Охотничье хозяйство Охотничьи угодья 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 99 с гаком тысяч гектаров. В принципе, это включает, так можно сказать, все расходы. Это зарплата, это биотехническая, это пассивная и так далее. Ну, сколько у егерского состава в этом хозяйстве? Ну, смотрите, у егерского состава у нас немного, немного, потому что специфика нашего хозяйства, она заключается в том, что... Но, во-первых, она далеко от Москвы. Она очень далеко от Москвы, да. Это 800, получается, километров. Да, почти 900 километров от Москвы. Да, поэтому... Это самая северкостровская область. Да, малонаселенная, так сказать, малонаселенная местность. И у нас 4 человека, как бы. 4, получается, на... Да, это маловато, но считается, что... Где-то на 5 тысяч должен быть 5-6 тысяч. Ну, хотя бы... Нет, в принципе, для Костромской области на 10000 один егер это нормально. На 10000 один егер. Ну, кстати, вот... Но есть охотовед в этом хозяйстве? Да, охотовед есть, конечно. То есть, получается, директор... Да, директор. Должность охотоведа. Да, вот у нас директор и охотовед, это как бы в одном лице. А, то есть... Да, потому что, ну, так повезло нам, можно сказать, что директор является охотоведом. Вот, и облегчает нам, как бы, да, вот эту самую ситуацию. Но я хочу вам сказать, что мы испытываем большую, как бы, трудность. Невозможно на сегодняшний день в глубинке найти даже егеря. Нет, это не только у вас. Людей нет, да. Людей нет. Более того, как бы, вот, у нас маленький такой даже конфликт, конфликт, не конфликт, но директор колхоза местного, как бы, на нас в обиде. Почему? Потому что, ну, получилось так, что к нам ушли егеря, а это люди, которые могли пахать там, которые могли работать. Ну, четыре человека, неужели там проблемы такие? Да, это, я считаю, ну, на самом деле это проблема. А вообще-то нашлось какое-то сельское хозяйство в этом районе? Ну, да, что-то делают, селят, ну, конечно, это все, когда смотришь за растаявшие поля, опустевшиеся деревни, но это, ну, это реально, снова оно есть. Вот, в Подмосковье все это так освоено, оккультурено, но вот в глубинку, если обойти, ну, я не хочу повторяться, но это на самом деле, да. Да, даже вот найти, хотя, ну, это проблема. Вот мы пытаемся на сегодняшний день взять человека, но... Ну, чтобы руки были нанести, чтобы не пилы, чтобы не убил охоту, чтобы все эти вещи очень тяжело. А зарплата какая, если не секрет? Ну, не секрет, на сегодняшний день 6 тысяч рублей, но оно... Сколько? 6 тысяч рублей. 6 тысяч, да. Ну, может быть, это небольшая, но тем не менее, там, для той местности... А техника какая-то, по-моему, выделяется что-то? Ну, значит, за это время что успели? Ну, купили технику, купили УАЗик, фермер, купили трекол трехосный, ну, техника для передвижения, для обслуживания есть, но мы еще собираемся докупать, естественно, настроим там гостиницу, ну... А строится база какая-то? Да, база строится, да, но, правда, мы заложились чуть ли не... ну, наверное, да. На несколько миллионов, а потом оказалось... Наверное, да, может быть, самые чуточку погорячились однополно, но, тем не менее, мы надеемся, что у нас там все-таки появится хорошая база, куда можно будет приглашать... Ну, это задача, Буран Владимирович, это не зарабатывание денег, а именно какое-то хобби, то есть вы с какого-то... Да, на сегодняшний день это однозначно... То есть деньги откуда-то берутся и вкладываются... Из карманов берутся деньги, да. Из карманов? Из карманов берутся деньги. Вот, поэтому думать, что сейчас после принятия этого закона все ринутся, как бы, да, и будут конкурсы, ну, я бы не стал. Вот, конкурсы, может, будут вокруг Москвы, ближайшие места... То есть каких-то изюминек, наверное, охотничьего хозяйства, а там бросовую территорию. Вы же брали тут бросовую территорию. Вот, рядом, по соседству, еще 70 тысяч это общество занимает. Вот, еще 40... Районная, еще 45, по-моему, там свободные, как бы, да, территории. То есть общество, как бы, да, общедоступное? Общедоступное, но на сегодняшний день она никак общедоступнее, потому что там пока нет, вот так сказать, хозяина. И, в принципе, да, вот, я думаю, что не так уж много будет людей. То есть после принятия закона вот этого об охоте, что якобы все ринутся, аукционы, все начнут деньги платить. Скорее всего, этого не будет. Я просто, мои наблюдения, никогда я не встречал в охотничьей прессе объявления такого рода, что продается охотничье хозяйство или доля в охотничьем хозяйстве. Бывает, но очень редко, очень редко. Нет, ну, они появились, они появились вот после кризиса, может быть, но они периодически появляются. И, то есть, никто особенно, как бы, не торопится, как бы, хватать и раскупать и все прочее. Ну, есть спрос и будет спрос, наверное, я повторюсь, на ближайшие от больших городов территории. Ну, вот. От Москвы уже 500 отъедешь, уже никому не торопит. Да, это уже, как бы, это энтузиасты, это, ну, есть и положительная сторона, вот. Зато там есть зверь, скажем так, и... Ну, какого направления? Что там хозяйство? Боровая, лось, медведь? Какие все вот эти вот... Значит, у нас в основном медведь. И бралось оно с целью охоты на медведя? Да, да, это вот мы, это самое, изначально были на цели настроены, да. Вот, естественно, вся боровая дичь. Вот. Есть кабаны, есть лоси. Вот. Ну, пожалуй, так сказать, из основного медведя. Но медведя сколько постреляете примерно на голову? Или там разрешение получаете? Ну, разрешение мы получаем где-то 6-7. 6-7. Да, 6-7. И отстреливается есть медведь? Нет, но мы... Ну, нужно сказать, что медведи есть. Вот. Бывают сезоны такие, когда, допустим, за вечер, если 8 выходов, допустим... На поле, наверное? На каждой поле есть выходы, но это, естественно, какой-то период временный. Ну, лучшее время у нас 25 августа, начиная с 25 августа. То есть открытие, где даже не открытие, а где-то середина. Вот. Но мы, как правило, не выбираем. Не выбираем, да. Ну, в коммерческом плане, как бы, не предлагали вот как-то, ну... Не, ну, может, все-таки задумать какую-то систему зарабатывания денег? Да, ну, это да. Да, ну, мы понимаем. Ну, я спрашиваю у своих коллег, постоянно, как бы, общаемся. Вот. Я могу сказать, даже очень развитое хозяйство, которое недалеко от Москвы находится, инфраструктура у них была отработана уже там, и не первый год они этим же занимаются. Занимаются, вложили, ну, деньги. Вот они, несмотря ни на то, на это все получают где-то, ну, 100 тысяч убытков все равно. Убытка все равно. Убытка, да. То есть они занимаются туризмом? Они занимаются туризмом. У них есть коттеджи, которые постоянно заняты. И тогда, да, или есть рыбалка, выходные, там, праздничные. Все равно убытка. Вот. Так что, вот, если пересчитать... Ну, а как местное население относится к тому, что там же все-таки общество, сколько охотников в районе в этом? Так, ну, местное население... Да, вот сейчас конфликты. Я просто к чему задаю вопрос. Постоянно идут конфликты, да? Якобы частное хозяйство не дает возможности местным охотиться, здесь наши предки охотились, там. Как вот вы выходите из этого положения? Или нет таких конфликтов? Нет. Просто нет местного населения? Нет, конфликты есть. И, в принципе, она психологии наших людей уже заложена, да? И хочу сказать, что вот в новом законе тоже заложено минус замедленного действия, которое рано или поздно сработает, да? Вот. Как раз она заключается в конфликте. Потом, с одной стороны, территорию нужно охранять, потому что существует настрой, что люди здесь охотились. Испокойные. 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 Да, да. Был госфонд, бесплатные были путевки, там и прочее. Да, но... Сейчас же в законе, Гурам, извини, перебиваю, там же 20% должно быть свободной территории, там прочее, прочее. Вроде как-то все к народу. Но сначала в народе нужно поменять психологию. Потому что народ, ну, не признают эти законы, скажем откровенно, да, у них еще все на уровне привычек. Вот. И они думают, что я вчера охотился и буду охотиться, ни у кого спрашивать не буду. Ну, скажем так, естественно, что у нас тоже нигде не любят, скажем, приезжих, так сказать, тем более из Москвы, тем более, ну, это, так сказать, доверие нужно завоевать. Конечно. Как-то находить с ним общий язык, это факт, и это, ну... Ну, вы же берете местное население на работу, привлекаете местных, так сказать... Да, мы, конечно, пытаемся сотрудничать и сотрудничаем с местным населением. И многие помогают, как бы, потому что мы открыты в этом плане. Они там помогают устраивать нам загонные охоты, участвуют в мероприятиях, в этих дней. И, естественно, мы выделяем для них тоже лицензии, да, чтобы они охотились. Но это, как бы, положительный элемент. Есть люди, которые, в принципе, в априори, не настроены, скажем так, позитивно. Вот. И, к сожалению, это, вот, среди местного населения присутствуют и такие, да. Ну, как они хотят охотиться? Вообще без разрешения, без путевок, чтобы круглый год? Понимаете, в чем дело? Из-за чего конфликта? Отдаленность от центра, как бы, да? Ну, да, 700-800-800. Отдаленность от центра, вот, психология-то, которая еще внесла, мне не успели люди адаптироваться. Вот, им трудно понять, да? Мы тоже, как бы... Нефть и газ тоже принадлежат нам всем, да? Да. Но каждый из нас платит за литр бензина 24 рубля. Правда? Раньше, когда-то это стоило 5-8 копеек. 7 копеек. Это все стоило, да? Поэтому людям непонятно, почему они должны платить деньги. За охоту, да? Потому что раньше ходили и брали все, что бесплатно. Да, раньше, да. Ходили и охотились. Вы же в путевках им не отказываете, если... Нет, конечно, нет. У нас, во-первых, у нас нет вот такого давления. Мы все-таки, места всем хватает. Ну, конечно, москвичи, да, много не привезли. Да, мы единственное, ну, что просим, чтобы они приходили и официально брали путевки. У нас, естественно, и льготы для них разработаны, и пытаемся как-то их привлечь, чтобы не было у нас там конфликта, потому что на конфликт никто не настроен. Да, никому не надо. Этот конфликт никому не нужен, да. Это, ну, деструктивные моменты, пытаемся мы избежать, да. Но придется, наверное, воспитывать потихоньку, как-то поднимать сознание, ну, потому что, чтобы планомерно как бы что-то развиваться, что-то планировать. Пытались какой-то провести в обществе, может, поговорить с людьми, не пытались там, как бы, пообщаться. Пытались, это у нас получается отчасти того, что я уже удачно для нас получил, что мы даже первичный коллектив не стали создавать, потому что директор и охотовед в одном лице и представитель общества, и наш сосед. То есть, весь этот коллектив, как-то мы находим общий язык, вот, и вот эти пространства совместно как бы осваиваем в этом плане. Поэтому такого конфликта нету, да. Мы, можно сказать, можем договариваться, да, договорились. Но я бы особо хотел отметить, в связи с этим, что мы лишены, как бы, Игеря лишены сейчас права проверки. Да, и все остальное. Поэтому непонятно, как охранять. А есть там все районы охотовед в этом районе, государственного управления? Кто-то есть что-то? Знаете, ну, не до конца все это понятно. Ну, да, есть, конечно, человек, но в связи с изменением вот его статуса, как-то вот... Сереорганизация? Сереорганизация, да. Статус до конца непонятен, да. Ну, по закону районный охотовед имеет право проверок, его отсутствие, как бы, исполняющая обязанность имеет право. Ну, это, конечно, на таких площадях явно мало. Явно мало. Вот. И... Если, ну, приходится неформально... Ну, то есть охрана какой получается, официальной? Официальной нет. И... То есть, как бы, государственной? Официальной охраны, как говорится, к сожалению, нет. Да, да, потому что... Ну, как можно охранять? Вот как можно охранять? Я спрашиваю тоже у коллег, постоянно это болевые вопросы, скажем так. Вот они говорят, что, ну, мы вот набрали в охрану игерями бравых ребят, и СОБРа, так они... Далее им палки. ...бешабашные, так они наводят в порядок. Ну, понятно, да? Вот. Спрашивал у других тоже как-то. Ну, один из вариантов был такой. Я говорю, ну, как вы, вот браконьера, вы не можете остановить, не можете досмотреть. Даже если вы на месте протокола не составлен, на месте преступления, а составляет протокол, вы не имеете права. Значит, в суде это разваливается, потому что согласно административному кодексу, да? Вы хотите работать по закону, получается. Мы хотим работать по закону, но на сегодняшний день, да, невозможно. Вот даже я не понимаю, там в законе прописана производственная проверка или там что-то такое. Вот не знаю. Ну, и она не прописана, как это происходит. Пункт забили, статью забили, а никто не расписал в законе. Ну, вот они должны подготовить Минприрода, наверное, такой нормативный акт. Игорь Владимирович, вот закон об охоте, да, вы как частное хозяйство, дал он что-то вам, как частным хозяйствам, которые ведут охотно-хозяйственную деятельность на территории России. Вы же внимательно его читали, вы на это смотрели, и раз многие считают, что будущее за частными хозяйствами, именно за хозяйствами, которые ведут охотничество по закону, а не так вот набрал там каких-то бывших соборовцев, да, заплатил им большие деньги, а они палками там местное население гоняют. То, что появился закон, это, конечно, позитив, потому что можно от чего-то начинать. То, что закон недоработан, это тоже факт, и нужно его дорабатывать. Ну, здесь много моментов, но для охотопользователя из этого, ну, главный следующий момент. Значит, в законе прописано, наверное, 5 пунктов, которые обязывают тратить деньги, да. Ну, я сейчас не буду это перечислять, но четко прописаны 5 пунктов, избежать которого охотопользователь не может, и он должен, как бы, на эти мероприятия тратить деньги. В противном случае, ну, как-то, любая проверка... Не, ну, если ты ведешь охотничество, ты обязан вкладываться. Это хорошо, да. Это понятно. А в связи с этим, значит, поскольку любой охотхозяйство, ну, не любое, а, как бы, коммерческое охотхозяйство, как бы, он сориентирован у устава, и он у него записан на прибыль, да. И когда приходит налоговая инспекция, он спрашивает прибыль. И государственный орган, в первую очередь, спрашивает крылья, а сколько вы заплатили налогов? А налоги, чтобы заплатить, можно какая-нибудь прибыль, да. Надо заработать эту прибыль. Надо заработать, да. Понятно, что там с зарплатой, там что-то, ну, основная прибыль должна образовываться с заработка, да, с выручки. Вот. Дальше наступает следующий момент. Получение лицензии. Да. Вот. Как распределяются лицензии? Потому что вы можете эти деньги, обязанные деньги вкладывать, а как вы получите лицензии, до сих пор непонятно, да. Вот. Но Трутнин же сказал, что он не будет распределять лицензии, Юрий Петрович, он это вследствие массовой информации озвучил. Ну, это будет хорошо, если это будет так. Я надеюсь, что это будет так, потому что, по большому счету, это... Пока распределение существует. Должна охотничная наука, как бы, да, давать цифры, в зависимости от учетов, сколько должно было подлежить изъятию, и какие животные подлежат изъятию, в зависимости от вида, и какое количество от него. Ну, это чистый вопрос охотничной науки. Другое дело, что надзорные органы могут проверить данные о количестве этих животных, и, соответственно, как бы, дальше должно происходить распределение. Уже и каждый охотопользователь должен знать, в зависимости от того, сколько у него животных обитается, он должен, да, рассчитывать, да, на определенное количество лицензий, планировать свою деятельность и так далее, и тому подобное. Это сегодня не существует. Этого не существует, но если, в Голе, уж мы приняли закон, значит, мы должны идти, как бы, последовательно, и эти вещи должны нас закрепить в этом законе. Вот. Иначе не имело никакого смысла передавать в частные, как бы, руки охоту, охрану животных и закреплять охоту годи за частными инвесторами, скажем так. Вот. Второй момент — это охрана животных, да, потому что опять лишили полностью прав. Вы деньги вкладываете, а охранить вы не можете? Да, охранять мы не можем. Значит, я предполагаю, что в связи с введением вот платы, три коэффициента за угодья, да, многие общественные... Но они не в состоянии будут проплатить? Не в состоянии будут платить, значит, предполагается, на их месте будут появляться какие-то новые структуры. Да, вот сейчас, инвестиционные. Значит, охота станет платной, значит, местное население, естественно, будет поставлено, как бы, они могут, просто не смогут позволить себе эту охоту, и возникнет конфликт. Естественно, они будут браконьерничать. Наверное, да? Это естественно. Ну, и в этих условиях будут возникать конфликты. Это уже заложено в законе, да? Потому что, ну, каким образом? Ну, таким же неформальным, незаконным путям и придется защищаться. Вот я упомянул один из коллег, бодрый. Да, мы, говорит, решаем этот вопрос. Как вы решаете этот вопрос? Вот, например, ну, мы нашли, что человек отстрелял. Нашли шкуру, вот, прошлись по следам, ну, это наш брат умеет, естественно, ну, определили, кто это отстрелял. Естественно, доказательной базы нету. Вот. Что они делают? Они берут эту шкуру, подсовывают им под дом, под дверь рамду. Потом обращаются в органы, и вот это все находят. Но это, ну, это нехорошо, некрасиво, с моей точки зрения, да. И это опять... Это как этот, Глеб Жеглов, да? Да, 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 разворачивает общество, опять, 90-е годы, понимаете? Ну, не хочется таким образом защищать. Ну, мы должны все-таки стараться цивилизованно, наверное, действовать и развиваться. Поэтому вот эти моменты, это явные проблемы в законодательстве, надо с ним что-то делать. Ну, я хочу сказать, что, в принципе, в принципе, если бы я сейчас, вот, на сегодняшний день, да, задался целью, да, задался целью взять охоту хозяйства себе, я бы организационную форму выбрал не ООО, однозначно. Не ООО. Не ООО, почему? Потому что, ну, не планируется этой прибыли, и его быть не может на сегодняшний день. А объяснять налоговым органам, что не может быть прибыли, трудно. А сейчас нельзя уже эту собственность переделать как бы ООО? Ну, да, может быть, это можно, но, скорее всего, это уже как-то заново нужно конкурсные процедуры проходить. То есть, общество с ограниченной ответственностью здесь не попадает? Ну, пока не попадает. Хотя, идея изначально была в этом, чтобы государство казна получило охоты. Ну, конечно, налоги. Да, в отдаленном будущем, может, это и будет. При условии, что у нас правильно все будет отстроено из законодательства, и будет внимание со стороны волосей охотхозяйства. Вообще, охотничьего отросли. Ну, на сегодняшний день я бы создал, создал бы клуб, создал бы общество. Чисто опять общество, опять подходим к обществу. Да, и но, с одним но. Допустим, на сегодняшний день тоже никто не мешает тем же членам общества, как бы, скинуться взносы, взносы, да, тем самым. Которые налогом не облагаются. Да, которые налогом не облагаются, я думаю, что они вполне на сегодняшний день, таким образом, могут конкурировать с коммерческими структурами. Ну, вот у нас уже решение принято, значит, частное охотхозяйство. Вот, идея такова, что, ну, инвестиции пойдут в охотхозяйство, и, как бы, охотопользователи будут охранять. Ну, на самом деле, ну, наверное, будут охранять. Ну, как вы думаете, будет все-таки сдвиг в этом направлении, повернется все-таки лицом родное государство к родному охотничьему хозяйству? Возьмем, допустим, как принимался закон. Было собрано экспертное сообщество, они трудились, готовили этот документ. Вот, потом случилось так, что этот документ куда-то исчез. И очень быстро, на коленках, в течение недели, энное количество людей, быстренько написал абсолютно другой документ, который мы сейчас имеем. И очень быстро, и непонятно, каким образом было это принято во втором и третьем чтении. Отношение власти к охоте, оно второстепенное, но никому это не нужно, да. Если посмотреть структуру в областных центрах, во многом отсутствует вообще такой департамент, да. Они могут быть приурочены абсолютно разным, да. Ну, давайте так, Гуран Владимирович, извините, что я перебиваю. Время-то передачи закончилось. И вот на этой оптимистичной ноте давайте закончим нашу передачу охотничью. То есть, все. Мы всегда будем надеяться на все хорошее. Мы всегда будем надеяться на лучшее. Спасибо. Вам спасибо. Давайте закончим нашу передачу и увидимся через неделю.